Ну, я вас нормально пока что понимаю, так что особо... Я только радый. И не только за вас, а и за себя, что вы меня понимаете. За небыло. Если вам сейчас тет-а-тет в одной комнате, я бы вам рассказал. Но по интернету не могу. Я понял. Боже, военкомы все, как и у вас, так и у нас, они все максимально коррумпированные. Украину обложили с двух сторон. То есть, с одной стороны, Россия со своими интересами. С другой стороны, там, западный мир со своими интересами, которые... Вы знаете, а с другой стороны, мы с моими, с нашими интересами. А где ваши интересы, получается? Вот смотрите, единственная цель Украины оказалась, это военное противостояние против России. То есть, вкладывались деньги в армию... Это неправда. Армия Мова Вира. Самое главное направление вашего политического движения страны. То есть, конкретно все шло на армию, конкретно все шло на продвижение... Что такое армия Мова Вира? Это значит, постепенный запрет православной церкви, которая у вас была каноническая. Почему запрет? Можно я буду контраргументировать? У вас сейчас, получается, уже в Верховной Раде, по-моему, рассмотрели проект о полном запрете Украинской православной церкви, Московского патриархата. Полном запрете. Это самая большая церковь в вашей стране. Извините, я буду все-таки контраргументировать. Смотрите, до Большой войны о запрете Украинской церкви, Московского патриархата не шло и речи. До Большой войны. А это был постепенный процесс. Ну, блин. Постепенно, понимаешь? Сначала создается другая церковь, которая по названию и по вероисповеданию практически такая же. А никто эту церковь не создавал. Она существовала еще из Советского Союза. Нет, я имею в виду та же украинская, только другая. Которая там раскольническая. А у нас никакой Третьей церкви не возникло. Сейчас еще до сих пор существует, ну, еще недозапрещенная церковь. Украинская православная церковь Московского патриархата. Плюс наша украинская православная церковь Украины. Ваша турецкая, потому что она же получается... Если это Московского патриархата, то в данном случае Турецкого патриархата. А позвольте спросить, откуда вообще князь Владимир привез... Постепенно у вас запрещает церковь, постепенно у вас запрещает русский язык. Никак нет. Я с вами... Я у себя, кстати, с коллегами по службе в моем подразделении, которое численно... Ну, я вам не могу назвать количество людей в подразделении, но они все преимущественно с Восточной Украины, с Донбасса, и мы все общаемся на русском языке. Армии Украины. Смею заметить. Но бабушке Фарион это не нравится вообще. Бабушка Фарион это... Это как, знаете, пословицу? Собака лает, а караван идет. Вот бабушка Фарион выступает в роли собаки в этом случае. Ну, смотрите, если у вас официально запретят употребление русского языка, вам придется перейти на украинский. У нас все не запретят. Ну, почему если? Зачем думать о том, чего еще не случилось? Ну, потому что постепенно это происходит. У вас вот только-только недавно никто не запрещал молиться в церкви, которая твоя церковь. Но вот раз ее уже нету церкви, в одном месте нету, в другом, а вот и по всей Украине нету этой церкви. Ее запретили. Точно так же запретят везде использовать русский язык. Скажите, пожалуйста, а в вашей стране много школ, которые учат детей украинскому языку? А тем более ведут обучение на украинском языке? В Херсонской области много. В Херсонской области за нами. Вся? Почти вся, включая областной центр. Ну, вот смотрите, в Херсонской и Запорожской области есть обучение, в том числе украинского языка. Нет, нет, я имею в виду вашу территорию по международному. У нас такой принцип, там, где это востребовано, то есть там, где проживает достаточно много людей, которые украиноязычные, там есть такие школы. Если это не востребовано, то есть, например, в национальных республиках у нас есть школы... Ну, понятно. Чуваши, Кокстан. Там есть школы, где изучают чувашский язык, но нет никакого смысла изучать, например, я не знаю, где есть в Костроме чувашский язык, потому что там, может быть, найдется... Вот поэтому, а у вас носителей русского языка очень много, но при этом... Да, это правда, да. Поэтому у нас-то это логично, а у вас это такой этноцид называется. А у нас никто не запрещал людям общаться на русском языке. Ну, я же... К этому все... Нет, вы можете, конечно, не запрещать, но когда вы придете куда-нибудь в магазин и начнете говорить по-русски, то у вас есть лотерея. Вызовут полицию или не вызовут полицию? Неправда. Может быть, вас пошлют. Опять-таки, я сейчас, сейчас, в прородовом городе Краматорск общаюсь с продавцами на русском языке. Да, они начинают за мной диалог, вам по трибан пакет, и когда они слышат от меня русскую речь, они переходят на русский язык. Ну, вы же в военной форме, вы немножко путаете себя с обычными гражданами. Обычные граждане стоят со мной в очереди. И они так же... Я понимаю, ну вы же понимаете. Мои знакомые в этом городе, потому что я в нем живу 34 года. А если вы заговорите на украинском языке и потребуете, чтобы с вами говорили на украинском, то, скорее всего, они перейдут на украинский просто потому, что вы требуете. Потому что вы в военной форме. Если вы в своей стране заговорите на родном для страны языке и потребуете, с вами не заговорят на родном для вашей страны языке? Не обязательно. Это... Я в своей стране вряд ли могу вот прям потребовать, да? А у вас это возможно. Это очень плохо. Понимаете? У вас это возможно. Посмотрите. Например, ну... Ладно, законы. Вот последний ролик, который я смотрел, женщина в Одессе, продавец, заговорила на русском языке. Пришли ребятки и ей перцовым баллончиком забрызгали лицо. У нас такого не происходит. А можно вам контрпример, хотя может быть это уже и маветон, но тем не менее. Вы знаете такого персонажа, как Дмитрия Рогозина? Слышал, да, о таком. Это директор Роскосмоса. Ну, бывший. Да. А вы видели, что он в молодости делал? Нет, я за ним так плотно не следил. Он зиговал. Он ходил с флагами нацистской Германии. Прям нацистской Германии? Вы видели фотографию, где он с флагом со свастикой? Да, это легко даже сейчас в интернете нагуглить. Я посмотрю. И о чем это говорит? Это говорит о том, что демоцификацию нужно начать из себя. То есть смотрите, у нас получается есть целые воинские подразделения, которые прям вот сплошь нацисты, типа вашего Азова, да? В России есть в армии люди, которые открыто демонстрируют свастику на татуировках, и при этом они продолжают занимать определенные должности, и за это им ничего не будет. У нас такое вообще возможно? Да. У нас в плен. Я лично видел таких людей. Лич, но они раздеты. Вы знаете, вы сфотографировали? Сфотографировали, выложили в интернет? Я могу посмотреть? Нет, нет, в интернете их не выиздевали. Если я забью в интернете украинец, скажем так, военный украинский со свастикой, у меня вылезет сотни фотографий. Сотни. То есть у вас это очень распространенное явление. Скажем так, слишком даже очень. Правильно? А если они со свастикой, а с другими символами? С какими угодно. Да хоть с портретом Гитлера, я найду. Нет, никаких портретов Гитлера. С портретом Гитлера есть, у вас много людей. Можно найти их, вы что? А с такими символами можно? Я не знаю, что за символ, кстати. Я всех символов не знаю. Как вы не знаете? Ваши деды с этим боролись. С ключом вот этим? Да. То есть это, в смысле, просто какое-то было подразделение с таким шевроном? Да, это называется Лейбштандарт Адольф Гитлер. Почему я знаю вы где? Потому что, наверное, вам это ближе все. В смысле история своего народа? У меня тоже дед воевал с немцами. И правед воевал с немцами. А вас не смущает, что у вас в вашей армии немецкие танки с фашистским крестом ездят? А вы знаете, дареному коню в зубы не смотрят. Нет, это вы рисуете крест. Вы имеете в виду Хакен Кройц, который как бы вот так? Двойной крест. Так у Бундесвера тот же самый крест. Это вам ближе, понимаете? Почему украинцы стали рисовать? Не трезубец рисуют, а именно крест. Вам это ближе. Массово. На огромное количество танков с таким крестом. Да, да, да. Да? Не, не, не. Может быть вы путаете. Не огромное. Все остальные рисуют просто белый крест. Ну, бывает просто белый крест. Но даже один из киевских военкомов на своем хаммере нарисовал такой крест. Боже. Военкомы все как и у вас, так и у нас. Они все максимально коррумпированные. Мы же один народ, понимаете? Нет, мы не один народ. Не один, а чем вы отличаетесь? Как чем? Ну, конкретно чем? Цвет кожи, язык у вас другой. Что другое? Да, мова у нас ищет. Вы разговариваете не на мове. И родились вы, наверное, в семье. Мы не разговариваем. Мы не спілкуемся. Вот попробуйте меня зрозуміти. Я зараз перейду в выключенную украинскую мову. Почну с вами спілкуватися. И спробуйте меня зрозуміти. Давайте попробуем. Навряд ли у вас это выйдет. А вдруг получится? Можливо. А как вы думаете, если у меня что-то будет не получаться? Возможно, это будут польские слова или немецкие? Вам так не кажется? Вот скажите мне слово, которое я не пойму. Не, я не буду намагаться назвать вам слово, которое конкретно точно вы его не понимаете. Но я просто буду вести с вами диалог украинской мовы. И если что-то вам будет не зрозуміло, то будь ласка питайте. Я вам без всяких допоможу это расплумачить, пояснить. Ну, тут ніякого нема. Зверхностей какой-нибудь, або еще чего-нибудь. Не, ну прекрасно. Я просто говорю, что скорее всего, скорее всего, те слова, которые я буду не понимать, прям вообще конкретно, которые будут не похожи на русские слова, это будут либо польские слова, либо немецкие, которые в ваш язык вошли вследствие оккупации то поляками, то немцами. Ну, я же вам уже майже на початку диалогу озвучил, звідки береться слово «деньги». «Деньги» — это від тюркського. То бишь, мы запозичили, что моя мова запозичила багато слів. Посмотрите, у вас на Майдане был «беркут», да? Оба слова тюркские. И «беркут», и «майдан». Вот как-то так, представляете. Казалось бы, «святый майдан», а слово не «украинское». А какие высновки я маю зробити? Ну, то, что в украинском языке очень много слов, просто тех, которые русские не понимают, не потому, что мы не один народ, а потому что это мы взяли какие-то другие слова, вызвали другие слова, и таким образом языки как-то различаются. Может быть, окончание немножко. Ну, в принципе, очень похожий язык, если даже брать украинский и русский. Правда, у вас сейчас разговаривают на канадском немножко. Я знаю, про что вы зараз скажете. Не эфир, а етер. Да-да-да. Не кафедра, а патедра. Да. То есть у вас сейчас разговаривают эти эмигрантским языком чуть-чуть. Да, але, ну, давайте до этого дойдемо трошки пизднейше. Давайте. А про інші, інакомовні слова, ну, вони присутні в будь-якій мові. Да, да. Это понятно. Ну, я вас нормально пока что понимаю, так что особо... Я тільки радий. И не тільки за вас, а й за себе, что вы меня розумієте. А вам легче на украинском говорить? Моя семья, батько, мата, ну, але вони выехали з цього дому, бо ракеты и все таке. Мы их с братом отправили подальше звідси, в глибину України, аби вони не чули через день прилетів. А вы в самом Граматорске, да? Так. То есть, ну, семья-то у вас русскоязычная, правильно понимаю? Ні, ні, ні. Моя семья, украиномовна, что по батьківській лінії, что по материнській лінії. Понятно. Слушайте, разве... Прилет ракеты на железнодорожний вокзал Краматорска. Там, де написано було за дітей? Да. На реклоті. С какой сторони прилетело? Я не можу розповзюджувати інформацію. Ну, тогда все понятно. Ну, я знаю. Тогда все ясно. І так, без слов. Вам не кажется, що це дуже серйозне преступление? Мені не здається. Я можу лише сказати, що не все так однозначно. Ну, как би то ни було, как би то ни було. Я б вам розповів. Але, ну, по інтернету не можу. Я б понял. Я просто считаю, що це воєнне преступление, котрому немає ніякого оправдання. Ні. Це не зовсім так, як ви думаєте. Повірте, повірте мені на слово. У вас там погибло гражданских людей з дітьми, з женщинами. Там, чоловік 50, по-моєму. Так, 60 с гаком. Ну, соответственно, тот, хто це зробив, він воєнний преступник. Ні. От вас, короче, правду не розповію я, да? Ну, тому що, потому що, потому що, вы ж все-таки на службі, вам нельзя распространять информацию, конфиденційного характера. Ну, звичайно, так. Ну, вот, поэтому, якщо б ви знали конкретно, що це зробила російська армія, то ви б, конечно, об цьому сказали, тому що, тоді не було б никакой воєнний тайний. Якщо пройдето з браузера Rambler, або Яндекс, то обов'язково знайдеться. А ви думаєте, у нас, яндекс, видаєt какую-то другу інформацію? Або по телеграм-каналам просто пошаритись. Ні, я не думаю, я, ну, правда, я не знаю, як воно у вас виглядає, ваші браузери, але думаю, що вони трошки кориговані. Точно, точно також, як і хто у нас? І гугл теж? Гугл теж? Ні, гугл теж ні. А на кіба це гугл? Ну, тому що їм за це платять. Хто? Хто їм платить за це? Ми, ми об цьому знаєм, коли там поміняється руководство. Вот, наприклад, в твіттері помінялося руководство? А де там? В гуглі. В гуглі. Смотрите, в твіттері помінялося руководство. Коли Ілон Маск прийшов, він повністю уволив весь відділ цензури. Этот відділ цензури проплачувався ізвне. І тому на нього такі злі. Якщо в гуглі поміняється руководство, можливо, і там тоді не буде такої цензури. Я думаю, прохід до... Да, я знаю, що Ілон Маск купив твіттер і назвав її ікс. Да. Бог з ним. Але, якщо на минулу ікс був шалений вплив США, точніше, їх спецслужб, то воно нікуди не ділося. Ви думаєте, їм на маску складно... хто, Хто? 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 Хто?